Привет, друзья и подписчики мои! Решили как-то два каменщика замешать раствор, пока подсобник прогуливал. И тут бац! Упал аппарат для замешивания раствора. Чтобы поднять мешалку, теперь придется раствор выхружать лопатой вручную. В этом видео мы будем строить второй этаж жилого дома из облицовочного кирпича и газосиликатного блока. С утеплителем. Так что насыпаем побольше растворчика и погнали! Материал на второй этаж поставили заранее. Здесь самое главное рассчитать нагрузку и не перегрузить плиты перекрытия. Поддон с кирпичом желательно ставить сразу на две плиты. Материал на весь этаж сразу подать вы скорее всего не сможете. Поэтому заказчику чуть позже придется раскошелиться на автокран еще раз. Начинаем заводить углы. И тут каждый каменщик знает, как тяжело даются первые нижние ряды. Кладка находится ниже плит перекрытия и приходится работать раком. От этого потом очень часто болит поясница. Эркер перевязываем с помощью подвесов для гипсокартона. Ставим подвесы через каждые два-три ряда кладки. Вот так мы скидываем ведра. Вот так подаем растворчик на второй этаж. Дом из красного кирпича новомосковского. Кладку делаем под калибровку, под пруд. А через каждые четыре ряда, шагом через два кирпича, выпускаем вот такие пластиковые дюбеля. Такие грибочки вставляются на заднюю стену облицовки и выдвигаются на три сантиметра. А для чего они нужны, вы узнаете чуть позже. Раствор мы стелим на вот такую калибровку. Обычная арматура, восьмерка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вентиляционные коробочки, которые вставляются в шов, чтобы проходил воздух между кирпичом и газосиликатом. Специальные вентиляционно-сушающие коробочки сделаны таким образом, что при сильном боковом дожде вода будет вытекать обратно. А насекомые и грызуны не смогут попасть внутрь стены. Вентиляционные коробочки предназначены для вентиляции и вывода конденсата из воздушного зазора между облицовкой и несущей стеной. Вставляются через каждые три кирпича на первом ряду, ряд под окнами, над окнами и на последнем ряду. Желательно подбирать их под цвет раствора. Стены перевязываются и армируются базальтовой сеткой. Проложили несколько рядов облицовочного кирпича и начинаем вставлять утеплитель. Ранее в облицовке мы выпускали пластиковые дюпеля на 3 см. И теперь минвата прилегает к грибочкам. И между облицовкой и утеплителем остается вент зазор 3 см. Затем на клей прокладывается стена из газосиликатного блока и плотно прижимается к утеплителю. Получается вот такой пирог стены. Облицовочная стена, вентилируемый зазор, утеплитель и основная стена из газосиликатного блока. За счет продыхов в облицовочной стене минвата не будет накапливать влагу и будет продуваться. Но обычно делается всегда наоборот. Строится коробка из газосиликатного блока, крепится утеплитель, оставляется вент зазор и делается облицовка. Затем в средине стены устанавливаем мачту на высоту конька, строго по уровню. И от верхней точки фронтона натягиваем шнурку на углы стены. Начинаем класть фронтоны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот зарплату нам дают кевриками. Осталось построить капитальную стену и трубы с вентоканалами. Продолжение следует... Продолжение следует... Получился простой, но очень теплый дом. А кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!